АПЛОДИСМЕНТЫ Я пока не забыл, я сейчас стул возьму, чтобы подозрить что-то. По поводу... Тут одно мое мероприятие отменилось, лекция, которая должна была быть в начале января. Она где-то была в пределах каникул для детей. Написал один человек в обеспечительной записке. 5 января я не вышел на работу, потому что думал, что вышел на работу. Но я что-то там приболел, не вышел. И поэтому я сейчас расскажу. В феврале у меня концертов здесь не будет, надо полагать, потому что, скорее всего, куда-нибудь отъеду. А что будет? 3 февраля, вот эта лекция, которая перенесена в 15 часов для детей и взрослых. Лекция «Вулканы, друзья или враги». Это вот, кто не знает, это лекция, фильмы, посвященная проблемам нашей планеты и нас с вами. Из серии «Атланты. В поисках истины», которая проходила на телеканале «Культура». Это сначала идет фильм, потом идет комментарий и лекция. Потом это чтение сипов. Так что это литература, научная встреча. В 15 часов, 3 февраля. Потом, следующая лекция, 5 марта, «Глобальное потепление, миг и реальность». То же самое, но она будет нормально в 8 часов вечера. А что касается концертов, то уже они будут в следующую эпоху, когда я стану совсем старым, то есть после 20 марта. Значит, там 22-го числа, здесь, значит, такой юбилейный вечерок с участием моих друзей-бардов. Там очень много разных фамилий, очень таких известных и прочее, и прочее. Всех притчать сейчас не буду. Вот. А 23-го числа мой персональный концерт здесь же, 23-го марта, но связанным уже с старческим пребыванием за рубежом 80 лет. Ну вот, собственно, вот и все, что я сейчас хотел сказать. Теперь, сегодня у нас есть возможность еще показать или там презентировать, или презентовать, не презентовать, это не так, презентовать, значит, подарить. А презентировать, значит, представить, да? Вот. Сейчас в Питере, в связи с ожидающимся юбилеем, вышло два моих новых диска, которые, благодаря героическому силе моих друзей-бардов, из присутствующих сегодня были привезены из Петербурга. Вот. И вот они оба. Один из них – это «Best of Best», фильм «Гидз», который называется «Киркулево-Киркулесовых столбов». Это как бы избранная за все годы из песен. А второй диск «Почему расстались» – теоретические стихи и песни, так ли, значит, связаны, значит, вот с любовью или чем-то, конечно, уже забыл теперь, что это такое, но, тем не менее, значит, вот диски есть и песни есть разных лет. Они здесь есть и в прерыве можно будет их приобрести. Вот. Ну и, наконец, из последних книг, сейчас готовится неприличное количество книг у меня, все в моем родном Питере. Интересно, что меня как печатали в Ленинграде, а там в Ленинграде и продолжают печать. А, значит, это одна из книг, которая, правда, идет в Москве. Вот сейчас те двухтомник моих воспоминаний «Атланты держат небо» и «У Геркулесового столбов, кстати, тоже». А сейчас выходит большой том в одном томе, новая редакция воспоминаний, тоже ее выпускают «Эксмо». Не знаю, успеют, не успеют. Вторая книга – это царско-сельская тетрадь, которая выходит в царском селе, которая считает своей, так сказать, второй или третьей родиной, если так можно говорить. Вот. Потому что первый род – это Новосибельский остров. Ну, в общем, все это Ленинград. И, а там же еще две книги. Одна память о Питере – это питерские стихи, подвещенные Питеру. Вот так всю мою жизнь и песни. И, наконец, последняя книга. Тут есть книга «Избранная» на «Эксиковые песни», написанная в 20-м веке. Она кончает в 1999-м году. Новая книга, которая будет называться «21-й тревожный век» – это «Стихи и песни», написанная уже в 21-м веке, которая тоже сейчас должна выйти в Питере. Вот и все. А здесь есть книжечка, которая вышла в Баку, значит, этим летом, прошлым летом. Она называется «Бакинская тетрадь». И, естественно, что тут стихи и песни не только связаны с Азербайджаном, но и, Господи, может быть, Абрам Львович лично. Алик, Господи, это, с ума сойти, без объявлений, без ничего, как простой человек. Но я понимаю, да. Ой-ой-ой. Это Абрам Львович Сыркин, генеральный кардиолог. И, так сказать, слава Богу, что мы встречаемся с ним здесь. А они не вот сказали, ну, эти линии и анимации первого медицинского сезона. Я тоже с ним встречался. Если я с ним не встречался, я была бы этой встречей. Тут есть еще такая замечательная девушка Марина, которая тоже многим обязана. Я помню, такой идиотский случай, когда 27 июня, сейчас помню, прямо отсюда меня уволокли туда в анимационный отдел. Но сегодня этого не будет, надеюсь. Алик, спасибо большое, что ты пришел. Для меня это большое честь. Вот. Вот я все объявил, что и как. Теперь, кто у нас сегодня здесь впервые? Поднимите, пожалуйста, руку. Я так. Здесь, здесь, именно здесь. А не так, что много, тем не менее, да, здесь есть. Почему? Потому что я вынужден каждый раз объяснять особенности нашего общения здесь и чем оно отличается от общения в концертном зале. Кстати, если мне немножко добавят звук, я буду рад, потому что я сейчас очень сильно форсирую голос. А когда я буду петь, то на третью песню я скисну. Ладно? У нас сегодня новый звукоператор. Чуть-чуть. Очень хорошо. Спасибо большое. Так вот, здесь, вообще-то говорят, так сказать, правила открытого ринга. Я никогда не составляю программу своих встреч с аудиторией, когда я здесь, и всегда полагаюсь на записки. Поэтому все концерты здесь проходят по заявкам. Вот, или для записок, пишите, и, к примеру, наших слабых сил мы будем ваше желание удовлетворять. Поэтому я никогда не знаю наперед, куда и как повернется разговор, концерт и так далее. Это первое. Второе. Поскольку это кафе, а я не люблю кабаков, я считаю, что петь в кабаке это последнее дело. Я имею в виду на русское слово кабак, потому что с какими-нибудь зарубежными кафе может быть другая культура шансона. У нас же это не так. Так вот, я хочу сказать, что гнездо глухаря тем выгодно отличается от других организаций такого типа, что здесь люди приходят слушать песни, иногда даже и с их, что удивительно. И я всегда призываю людей, если они еще под собой деремки, много вы не выпьете при нынешних ценах. Поэтому я спокойно. Но если вы захотите что-то такое подпеть из того, что вы знаете, милости прошу, не сдерживайте эмоции. Хуже меня, ведь вы не будете. Наконец, последнее. Пожалуйста, не забудьте включить в вашу мобильную телефон по окончании нашей встречи. Окей? Итак, вперед! К первой песне поем для начала без заявки. Субтитры написавалом, «Субтитры создавал DimaTorzok» В эти часы, когда все еще спят, что-то вспоминали в снег. Небо далекого просит давние письма домой. Царские чехолочных солнцем быстро сменяли все озеро. Долгой полярной зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш праздник ночлег. Снег, 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 тихо на тунтру ложится. По рекам замерзающих лет. Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей страдой бьется веселый снежок. Вспеки приснится звезда за мной. Глядя в тушитый дом. Тронул задорчивый иди. Кост твоих светлый прелесть. Снег, 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 снег. В'о�로 крошка скружится, но не коснется твоих саду, nhân и крея. Снег, 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 снег. Что тебе, милая солнца, Над тишиной замерзающей тревог? Слепь, 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 Толкали сердце, клоёв за берегу, Ветер поёт на пути, Через пенаны мороза пугу Мне для тебя и дойти. Вспомни же, если взгрузнётся Наших стоят камни, В плаве пешком, как придётся, Песня к тебе не верётся, Даже в нелёной лёгке. Слепь, 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 Слепь над бойкою кружится, Вьюга заносит сверы ночи встанет. Слепь, 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 Пусть всегда началась виться, Завитое солнце, позавний день, Завтра день. Спасибо. Ну, пока не берем записки, потому что хотелось бы мне коснуться двух событий, связанных с теми днями, которые у меня сейчас и проходят. Первое событие – Я вот в четверг лечу, на пятницу утром лечу в Новосибирск, в связи с этими делами, это 70-летие со дня рождения 20-х крупнейших русских поэтов 20-го века, а может и не только 20-го века, Владимир Леонидовский. Подчеркиваю, это слово поэта, потому что о том, что он прекрасный, великолепный актер, это мы все знаем, назначение диалога и всякие дискуссии по поводу его вклада в русскую поэзию продолжаются, потому что мои коллеги по поэтическому цеху иногда, ну например, покойный прекрасный поэт Андрей Вознесенский называл мой брат меньшой, как Пушкин называл мой младший брат Дэвид, музыку судьбам, подчеркиваю, что он побольше. Или, например, там, возьмем еще кого-то, моего друга и замечательного русского поэта Александра Семеновича Кушнара Ленинградского, подразвучен к поэтам, который считает, что вообще Высоцкий скверный поэт. Или не менее интересного человека Дмитрия Анатольевича Сухарева, прекрасно автор известных песен, который в своих предисловиях в антологии авторской песен пишет, что Высоцкий поэт на троечку. Нет, друзья, не на троечку. Единственный и замечательный, великий поэт, как мне представляется, абсолютно неповторимый. Это моя точка зрения. И почему я об этом говорю? Потому что здесь, в зале, присутствует два замечательных человека, которые для меня открыли нового Высоцкого. Хотя, вроде как, знаете, я с ним был дружен, и если это буду в книге вспоминать довольно много, то вот в наших общениях произошло очень давно, еще до Марии на Владе. Есть два человека, которые мне открыли просто еще раз Высоцкого как поэта. Это, значит, актеры театра на Таганке, Любовь Черкова и Валерий Черняев. Они оказали мне честь, они здесь присутствуют, потому что два дня назад, в четверг, в субботу, я был на спектакле, на малой сцене, я был совершенно потрясен. Это совершенно другой Высоцкий. Это, понимаете, это книга Марины Влади, Владимир Кребен и Полез, но не вся книга там, где не всегда все, значит, в литературной стороне, так сказать, как бы на высоте, они сделали прекрасную лирическую историю. Превратили его, конечно, в миф, как и в любую лирическую историю. Но очень вращается в такой миф, образ Высоцкого, чем совершенно пошлую и безобразную историю, «Спасибо, что живой» с маской и попыткой его превратить в наркомана. Я считаю, это безобразие, то, что этот фильм вышел. Не знаю, ваше мнение, но для меня это скорбительно. Понимаете? Вот, давайте я вам приветствую, они здесь вот сидят, там, скромно, в этом всем. И всем вам, я советую пойти посмотреть этот спектакль. Мне пожалеется. Туда не так просто попасть. Но после спектакля «Владимир Высоцкий», «Отвеставший» и «Егорь Петрович Любимов», по-моему, это вот уровень очень высокий и совершенно замечает. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что, если можно, я спою вот одну песню, священную Высоцкому, не погибшему Высоцкому. Я втремя повторяю, я втремя повторяю эти слова. Они есть у меня в книге воспоминания. Когда в 80-м году мы с Юликом Кимом в пиарную узнали о том, что погиб Высоцкий, умер Высоцкий, я потом вернулся в Москву, и мне позвонил мой приятель, в 80-й год, и сейчас связь не такая была хорошая, с Южно-Скалинска. Он геофизик, как и я, мы с ним учили в Ленинградском городном институте, но он фронтовик в прошлом. И он плохо слышно, говорит, Саня, это правда. А уже прошло дней 5-6. Это правда? Я говорю, ну правда, конечно, что он... Да я не про то, я знаю, что... Правда ли, что его убили? Я говорю, да что ты, Владимир? Нет, конечно, он сам... Ты уверен? Я вот никому тут не верю на Сахарине. Я все врут. Вот, правда, у тебя я поверю. Правда, что сам он говорит? Правда. А почему ты решаешь, что убили? Откуда треск в эфире? Он говорит, должны были убить. И у меня стало нехорошо. Понимаете, как я сейчас... Вот, поэтому, когда сейчас наши эстрадные артисты, наша официальная пресса, наша желтая газета пытаются превратить Владимира Высоцкого в такого благородного советского патриота, и даже уважаемый мной Дмитрий Быков на телевидении вел программу «Высоцкий как советский поэт». Интересный название. Это вызывает все-таки иногда чувство протеста. Я почулся петь одну песню члену живому Высоцкому в Даляву в 67-м году театром Таганки, преодолевая яростное сцепление красок обкома партии во главе с Василием Сергеевичем Толстиком, как он начал быть вспомянут. Прегла в Ленинград в клубе первой пятилетки. Была премьера для Ленинграда в жизни Галибея. И Высоцкий играл в Галибея. После этого я тогда же на нервной почве написал две песни, посвященные Высоцкому. Первая Галилея. Отрекись, Галилея, отрекись, от науки, ради науки, нечем взять художнику кисть, если каты отрубят руки. Нечем кладить вокал с вином, и подруги ведро крутое, а заслугу признать виной. Для тебя ничего не стоит, нечем гладить вокал с вином. И подруги ведро крутое, а заслугу признать виной. Для тебя ничего не стоит. Пусть потомки тебя бронят, земельную эту подлость. Тяжелее не видеть закат, чем под актом поставить подпись. Тяжелее не слышать реки, чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись, что изменится во вселенной. Тяжелее не слышать грехи, чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись, что изменится во вселенной. Ах, поэты, мудрецы, мы мораль не несём выток, в час, когда святые отцы волопужно станкам для пыток. Отрекись, глупца, вопреки, кто из умных тебя судит? Отрекись, Галилей, отрекись, нам от этого легче будет. Отрекись, глупца, вопреки, кто из умных тебя судит? Отрекись, Галилей, отрекись, мне от этого легче будет. Спасибо. Ах, поэты, анти-галилей, называется «Писли». Удивительное дело, что через полгода, она в России не публикала, это сэкс, пардон, и через полгода мне прислали пластинку из Парижа, МК-пресс её записала вместе с песнями Галича. Почему у меня были кое-какие неприятности и вызывали в разные места, для дачи объяснений? А я сам не могу понять, как она вам кто-то попаст. Ати-галилей. Ещё за долгода, авганской войны, Роза. А кто в наши дни боят? Ведь воздух отгарит душа, и рвут мне железо в рот, а губками тычут в душу. Ломает меня палач, на страх остальному люду, и мне говорят «Заплачь», а я говорю «Не буду». Ломает меня палач, на страх остальному люду, и мне говорят «Заплачь», а я говорю «Не буду». Ломает меня палач, Вернут меня общий строй, оденут меня с солдатом, налетят медаль героя, покроют бронёй и матом. Мне водку дают, как чай, чтоб храбрым я был повсюду, мне говорят «Сделай», а я говорю «Не буду». Мне водку дают, как чай, чтоб храбрым я был повсюду, и мне говорят «Стреляй», а я говорю «Не буду». Да мне говорят «Ну что ж, свою назови на цену, я вен, что ты хорош, поставим тебя на сцену». Врачуют меня врачи, края из меня неуду, мне говорят «Молчи», а я говорю «Не буду». Врачуют меня врачи, краят из меня неуду, мне говорят «Молчи, бля», а я говорю «Не буду». Спасибо. я говорю «Не буду». Врачи, пришла пора, приставить его соседа с Леоной, те, кто, не дай бог, не знает. Это единственный человек, с которым я себя чувствую защищённым, потому что он может прекрасно играть все мои песни, в том числе и те, которые он ещё не слышал. это руководитель центрального словоавторской песни в Москве художественной, Александр Николаевич Костромин. Пожалуйста. Все мои лучшие диски, которые тут есть, все записаны с Костромина, с Костромина просто, это было бы невозможно, в том числе и те, кто прям сейчас говорит. Ну что ж, второе событие, для меня очень важное, это два соприкасающие события, это 18 января и 27 января, день прорыва Ленинградской блокады и день окончательного снятия Ленинградской блокады, потому что если бы не было этих праздников, вот этого разговора с вами тоже у меня бы не было, поскольку там было не так, ветер злее и небо ниже, на границе двух эпох, всей доблесть в том, что выжил, что от голода не сдох, что не лег с другими рядом, что веля промерзших тел, что осколок от снаряда мимо уха просвистел. Мой военный опыт жалок в зиму, сумрачный дух, негатив я, зажигалок, не стоял я на посту, срывается нередко черно-белое кино, я смотрю его с нередко в затемненное окно, вой снаряда ближе, ближе, да бежишь далеко, вся и доблесть в том, что выжил, выжить было нелегко. Спасибо. Тень над городом шпиль, на тюмках струну, облака, как гитарная дека, ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века. Их не надо бояться бомбежки ночной, сухари экономить не надо, их в эпохе иной обойдет стороной, позабытое слово блокада. Их в эпохе иной обойдет стороной, позабытое слово блокада. Белокруг изменился, куда ни взглянул, за окошком гремит дискотека. Ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века. Завершились подсчеты взаимных потерь, поизгнетилось время было и противники бывшие стали тебе ленинградской горючей землею. И противники бывшие стали тебе ленинградской горючей землею. Снова жизнь немецкие стоят на ковру и не вычислить завтрашних судеб. Ленинградские дети рисуют войну и немецкие дети рисуют. Я хочу, чтобы глазаем одними впредь не скепила военная вьюга, чтобы вместе им быть, чтобы вместе им быть, никогда не стреляя друг в друга. Что бы на месте им быть, что бы на месте им быть, никогда не стреляя друг в друга. В камуфляже зеленом, ухмелев плену, тянет руку к машине коллега. Ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века. И соседствуют мирно на белом листе над весенней травой короткой. И немецкая каска на черном кресте И звезда под пробитой пилоткой И немецкая каска на чёрном кресле И звезда под пробитой пилоткой И звезда под пробитой пилоткой Ну вот почему и остались Так называется один из новых дисков Где песня про любовь Поэтому эту песню мы споём Сильный, бессильный, верный, безоримный Словно в кинофильме, восемь с половиной Забывай вещи, забывай даты Вспоминаю женщин, что любил когда-то Забывай вещи, забывай даты Вспоминаю женщин, что любил когда-то Вспоминаю нежность их объятий сонных В городах заснеженных, в горнице, в тесонных В тёплую Японию Мы летали стаи Мы всё не помню Почему расстались В тёплую Японию Мы летали стаи Мы всё не помню Почему расстались Вспоминаю зримо Декорации тени В ледную от грима Девочку на сцене Балаган забойный Бился на христалище Помню, всё не помню Почему расстались Балаган забойный Бился на христалище Балаган всё не помню Почему расстались Терномов обои Где под воскресенье Я отзор с собою Находил спасенье Засыпали поздно Поздно просыпались Помню, всё не помню Почему расстались Засыпали поздно Поздно просыпались Помню, всё не помню Почему расстались Странно, очень странно Мы с подругой жили Как чужие страны Комнаты чужие На обстановку комнат Помню, да детали Помню, всё не помню Почему расстались На встановку каплю, каплю до деталей, Помнюсь, я не помню, почему остались? Вернул строй, строй, счастье ду краешь, Ты меня в дорогу снова собираешь, Не печалься полно, видишь, снег расстает, Одного не вспомню, но чему расстались? Не печалься полно, видишь, снег расстает, Одного не вспомню, а чему расстались? Хороший адзинский вопрос. В какую сторону он меньше лучше бит из окон ворота от резины? На запад или на восток? Хорошо исполнить эту песню. Да, это хороший вопрос. Дело в том, что в моем родном Питере, В том месте, где фонтанка вытягивает из Невы, Нового летнего сада, Стоит летний дворец Петра, Дворец, построенный итальянским архитектом Девилиго Трезин, Очень интересный ориентированный по странам света, Потому что он двухэтажный, На каждом этаже по шесть окон. Шесть окон выходят на восток, шесть окон на западу. И всегда, когда я смотрю на этот дворец, Я думаю о том, как же повернулась наша страна По отношению к западу и к востоку. Песня за этот дворец Трезиня. В троих, где сыровые зимы, И сень болотных дровы, Дворец архитектом Древизиня, Постает у края Невы. В грязь малокуренный запад, Кружится дубовый листок, Балдюжный окон на запад, Балдюжный на восток. Балдюжный окон на запад, Балдюжный на восток. В земле кончаются тропы, У серых морей на краю, То Азия, здесь, то Европа, Диктует погоду свою. То ливень балтийский внезапер, То ветер сибирский жесток, Балдюжный окон на запад, Балдюжный на восток. Балдюжный окон на запад, Балдюжный на восток. И в этой лесной связи мы Вот так с той поры не живем, Как нам архитектор в Близи Поставил сей каменный дом, То вновь орудийные залпы, То новый зеленый на восток. Балдюжный окон на запад, Балдюжный на восток. Балдюжный окон на запад, Балдюжный на восток. Погода мы не забыли, Как был архитектор полков, Балдюжный на восток. 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 Ну давайте я сейчас прочитаю. На свете здесь все в перемешках. Велические песни, Песни разных лет, Стихи совершенно разные. Стыд. Спрашивают, в какой книжке. Ну вот в этой маленькой, Самая хорошая книжечка моя, Не роскошные, толстые книги. Вот маленькая книжечка, Выседшая издательства Азбука Классика. Такая вот тут она есть. Она была как все дружище. Я говорю, как здесь. Она маленькая такая. Она, знаете, как государство Израиля. Маленькая снаружи, А внутри довольно объемистая. И там подборку напечатаны Стихи мои. И это одно из самых главных Для меня искотворений. Снова январь по-московски Сырой и грибозный. Мокрые вьюги И дождь ледяной на дворе. Чувство стыда Появилось сравнительно поздно В Греции древней На хмурой троянской заре. Неотовщенная обида Оно не простит нам. И милосердие тоже оно не простит. Быть победителем, Кровь проливая, Не стыдно. Быть побежденным, Вот это действительно стыд. Попеременно то слабость Являет то силу. По лабиринту уводит Непрочная нить В смертном бою. Наплевать на Ахильца В Ахиллу. Ноза Патрокла Не может он не отомстить. Вечно воюет С людскую натуру дикой. Тянется к солнцу. Зеленая это лоза В царстве теней. Нелегко будет верно Эдипу, Как на родителей Сможет поднять он глаза. Стала сложнее со временем Эта картина. Вот и мои на исходе Как будто года. Так почему же она на меня Накатила Невыносимое Жгучее чувство стыда. Стыд за мучения Моих опозоренных предков. Стыд, что по жизни Нелучий ушел из дорог. Стыд потому, что Обалово близких Нередко А не обманывать Тоже как будто не мог. Стыд за народ мой Привыкший к порядкам Острожным. Стыд за желание Новому верить царю. Стыд за молчание Из-за того, Кто возможно Не понимает О чем я сейчас Говорю. Александр Матерьевич Порекомментируйте Пожалуйста Ситуацию с 31 больницей В Питере Что будет? Во многом Зависит от нас и вами. Я только сегодня Подписал петицию Я считаю Того пьющим Безобразием. Это единственный Онкологический центр Рассчитанный на больных детей В России В Петербурге Отнимают Чтобы Высшему Эшелону чиновников Еще одну Литерную больницу С этим надо бороться И каждый из вас Если он считает Что он хочет Действительно Помочь больным Десям А не подниматировать Сердечную недостаточность Как некоторые Я считаю Что необходимо Подписать эту петицию Это очень просто сделать Вот вводите в сайте Я только сегодня Это сделал Каждый желающий Может это сделать Нельзя отдавать Девскую больницу Чиновникам Нельзя Уже нас до последнего Девели Мы должны все-таки Выяснить Кто же хозяин В этой стране Мы или чиновник К этому Предыдущим искрением Имеет Прямое отношение Приложение к плаванию Сто лет не пели Соленой Соленой метлой Паркет Паркет суда Паркет суда Выходящий в пятницу Мы выйдем в субботу На встречу Годан Бегущих Волна За волной Надежная Петрявая память Надежный Компас Идет нас Паркет суда Соленой метлой Былой экипаж Утрачен журнал Судовой Паркет суда Паркет суда Паркет суда Паркет суда Спасается Прошлым портом Иначе Наверное Концы Городаш Нырнулся В него Соловой И все-таки Вспомним В районах Прыть Плыли Своих Увлечения Отстучи Ногой Оттолкнешься Разок Отстучи Ах И все-таки Вспомним В районах Прыть Плыли Своих Увлечения Отстучи Ногой Оттолкнешься Разок И сам Жалять Молодого Пускай Пускай далеко Не сумеет уплыть Грибущих Гребущих Тожи Плывущих Только Его Поперед И слазиться Тёмной водой Пускай Далеко Не сумеет Поплыть Грибущих Родних Тれ Cabin Плывущих Только Его Поперед И слазиться Тёмной водой Не верю Советам Других Стариков С кем с вами Связан Вечный прикол Песня малярных летчиков, 59-й год, Тругаса Истории не рассказываю, что в книжке все есть Песня малярных летчиков, 59-й год, Тругаса Истории не рассказываю, что в книжке все есть Снова тенец берега, Снега и туманы. 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 Смешные вещи, вроде как в прошлом году в Германии и Берлине, я стоял в ожидании начала концерта, а внизу в русском доме продавались билеты, подошел мужик средних лет, сказал, кто у вас сегодня? Сегодня вечер Городницкого. Мужик покраснялся, не врите, он давно умер, ушел. Я не уцелела вас убедить. Ну и вот я рассказал, по-моему, в прошлом году, что лекции, поскольку я профессор геофизики, значит, свободное от работы время от песен. Да. Времени все меньше остается. Вот. То это самое. Читал лекции в казахском университете, я был в факультете, и там вечер был, и на вечер я получил запись. Я отживаю от стены. Уважаемый Александр Моисеевич, не кажется ли вам, что авторская песня сегодня качетно выродилась? Поют под минус, поют под плюс, вместо сихов какие-то пошлые попсовые тексты, и дальше, какое счастье, что до этого не дожили. Хотя логика. Вот. Ну так или иначе, а пародия написанных, в своем уши, чем от жизни, знаете, сердечного приста, по-моему, однолетка и замечательного автора московского. Игоря, походил несколько лет назад, когда отдаясь к моим жалким старшинским нынешним немощам. Кожаные брюки, брошенные в угол, ничего не видно в этой темноте. Погоди немного, юная подруга, руки ведь трясутся, и глаза не те. Командир со штурманом, ведь предупреждали, и хирург нашептывал, не опуская кровь. Нынче это самое получится едва ли. Выпитую фряду не наполнить вновь. Кожаные брюки вновь на скором месте, и статами челюсти бьется о края. Ты чего прислала, школьница невеста, подойдите на дедушку. Убила, а я... Помните, а вот где-то на Западе Штатов, значит, там тоже отхлопали, отсмеялись, все, и потом спешите себе, когда средний пет еврейка с крашенными губами, и в сипцевом платье в крупный красный горошек, басом сказали из зала, а это дедушка еще ого-го. Чем несколько подняла мой рейтинг. Хотя, как пишет мой друг Герман, к любому жизни охладев, я погасил свою жароню, еще смотрю на нежных дем, а ничего уже не понял. Итак, движемся дальше. Тут все грустное, грустное. Спасибо огромное, что вы есть. Для нас вы самый великий поэт нашего... Ой, 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 я читать дальше не буду. Прошлое, настоящее, лучше ваших сяков. Севастопольским смыслом русский поэт. Ну ладно. Ну уж можно. Прочитайте, мы низких истин, нам дороже, нас возвышает. Прочитайте, пожалуйста, свое стихотворение. Музея натуральной истории США. Это что такое за стихотворение? Музей натуральной истории США, да нет. А что за стихотворение? Ваши записки есть здесь? Какое? Не будет себе. Я не помню, точно не назвать. А что там? Музей натуральной истории? Да, там был музей натуральной истории США. Мы выбыли, где там... Это не те сетры, которые вызвали резкую отрицательную реакцию? Там вы рассказываете, как идет развитие общества из-за того, как вы возьмете человека. О, я? Слушай, я повторяю школу, на котором я так не привыкну. Ну, вы точно, вы меня ни с кем не отбываете. Спасибо. Я постараюсь переливать. Спасибо. Кому посвящена? Да. Ну, тут, видите, есть целый ряд вопросов, которые касаются... Посвящена? Нет, мы сейчас спеть не можем. Есть на диске. Посвящена девочка. Вот. А, значит, что мне сейчас можно спеть из того, что здесь? Нет, там еще одна... Нет, 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 нет. Из того, что здесь, я выполняю еще песню Рахи. Вот это я знаю, кому она посвящена. И тут есть фильм, если кто-то не видел этот фильм, я очень рекомендую его посмотреть, я на него не в национальной принадлежности, а в тех общих проблемах, с которыми мы все живем, где бы мы жили, на каком мы континенте мы жили, на каком мы с кем мы не разговариваем. И еще это может сочетать народ, решившийся язык, и может сочетать язык носителей, которого убили. И почти всех убили. Есть фильм, который именно в этой, кстати, Америке, три года назад занял четыре года. Первое место на фестивале документального кино по номинации «Культура» документальный фильм. Фильм называется «Поиск иидиш». Я родился в Ленинграде, я ленинградец, мои родители родились в белорусском городе Могилеве. И многие поколения моих предков, живших там, говорили на языке иидиш, который был родным языком. Я иидиш не знаю, потому что, когда мои родители хотели, чтобы я их перестал понимать, приходили на иидиш. Я его не знаю. И вот этот фильм, когда 75 лет в ней исполняется, и я спохватываюсь, что объехали земной шар, погружавшись на доме Мирового океана, побывав на Сьеренном полюсе в Антарктиде, и прочее, прочее, прочее. Я так и не знаю ни этого языка, и ни разу не было после войны в том городе, где немцы в октябре 1941 года убили почти всех моих родственников, близких, бабушек, дедушек, уже стариков. Братьев, сестер и прочее, прочее, прочее. Вот я, спохватившись, еду туда искать остатки своей семьи языком, который он не говорит, и ничего не нахожу. И вот там есть одно из стихотворений, я прочитываю, и песню там. Ну, во-первых, стихотворение. Это, кстати, фильм, это субтитрованно еще и по-английски. «Жизнь, как я, да коротка, видишь, я не знаю языка, видишь, достояние моего предка, да и слышал я его редко, не учил его язык грустно, мой единственный язык русский, но состарившийся, как в кровью, расхождение языка с кровью. Мой отец перед войной с мамой говорил о нем порой мало, чтобы я их разговор не понял. Это все до сих пор помню. Я не знаю языка, значит, не на нем моя строка плачет, не на нем моя звенит песня, и какой же аид, если позабыл я своего деда, будто нет мне до него дела. Вдали носится река, жарко, я не знаю языка, жарко». Подпирая щеку рукой, «От житейских устав и взгод. Я на снимок смотрю с тоской, а на снимке двадцатый год. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахим, моей маме двенадцать лет. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахим, Мою маме двенадцать лет. Под зеленым ковром травы Моя мама теперь лежит, Ей защиты нестраховы, Ненадежный дали общить. Никого из моих родных Ненадоком не нам зовут, Кто стареет в краях иных, Кто убитый лежит в гору. Никого из моих родных Ненадоком не нам зовут, Кто стареет в краях иных, Кто убитый лежит в гору. Завершаем урочный бед, Солнце плавится за горой. Двадцать первый тревожный век, Начинает свой год второй. Выгорает седой ковыль, Старый город в обглубь одел. Мою внучку зовут Рахим, Моей внучке двенадцать лет. Выгорает седой ковыль, Старый город в обглубь одет. Мою внучку зовут Рахим, Моей внучке двенадцать лет. Пусть поет невесенний год, Пусть минует ее слезы, И глядят на меня в упор, Ё-моей, мамы, мои глаза. Отпусти нам, Господь, Грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахим, Моей внучке двенадцать лет. Отпусти нам, Господь, Грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахим, Моей внучке двенадцать лет. Спасибо. Спасибо. Ну, на завершение, сейчас что вытянем? Первое деревень. Теп-теп-теп. Я даже знаю, можно... Есть песни, которые мне не будут просить. Ну, посмотрим. А, Даводевичий монастырь. Ой, я хотел чем-нибудь веселеньким закончить, Ну, что-то такое было. Снова дождь на воде, И сентябрь на дворе. Я прожил в Даводевича монастыре. Где невесты, березы, склоняясь к орбу, Словно девчьи слезы роняют лесу. Здесь все те, кто призван в народе, лежат. Здесь меж смертью и жизнью проходит, лежат. И кричит одинокая птица, кружа, И влюбленные гоняются по ним, сторожа. Но на ледах моим обихоженный вид. Здесь и тот, кто убил, рядом с тем, кто убит. Им легко в этом месте, ведь тот и другой. Жизни отдали вместе, идея отдай. А в полях, под Москву, я в полях, под Орлом. Прыжевшей травой через лес на пролом До и освоенных трасс на реке, колыбе Входит ветер в пространство, готовит зиме Зарастают окопы, колючим, густом Не поймешь, кто закопан на месте, густом Безыгновных земля спередала темна И не знает, кого потерял на странах Я люблю по холодной осени море Побродить в новодельщик в москере День приходит и лов, и уходит назад Пустую светку полот повернув на запад Не хочу под плитой именою лежать Не в холодной водой за стеной лежать Не в песчинку лечь в мосты, чтобы влезти Территорию тех, где земля был лагерь Не хочу под плитой именою лежать Не в воду речной за стену мою лежать Не в песчинку лечь в мосты, что вместит Территорию тех, где земля был лагерь Спасибо Перерыв, 10-15, 2-10, книжки, фильмы «Все там» Автомобиль и Тесса, второго отделения Счастливого года Спасибо